Наш красавчик, наш будильник, а там дальше еще есть животные. С добрым утром, с добрым утром, друзья! Из Румынии вас приветствую. Кто не знает, мы уехали из Одессы и находимся сейчас в Румынии у очень хороших людей. Уехали мы на 12-й день войны и сейчас находимся здесь с дочерью и внучкой, и еще с нами подруга дочки с ребенком, в общем, целой компанией. Уехали. И, конечно, мы здесь как-то проводим свои дни, свои будни. В общем, жизнь идет своим чередом. В Одессе относительно тихо, ну, не считая, что, конечно же, были какие-то обстрелы, были какие-то взрывы. В общем, но такие незначительные, я имею в виду, для городского населения. Но, конечно, хочется домой, но мы сейчас не рискнем возвращаться, потому что, знаете, в стране неспокойно, и все назревает, и все еще может быть. Поэтому мы пока находимся здесь, пока нас приютили, и, в общем, мы этому бесконечно рады и благодарны нашим хозяевам. Вот. Ну и еще хотелось бы сказать, что жена нашего хозяина нам сказала, что власти Румынии якобы приняли решение платить людям, приютившим беженцев. И уже вроде бы есть это постановление, так что немножко, знаете, легче здесь находиться, потому что, знаете, как-то неловко себя чувствуешь, когда о тебе заботятся люди, и ты как-то не знаешь, как себя вести, ты не у себя дома. И поэтому морально, конечно, мне лично было очень тяжело. Ну а сейчас, когда все-таки они получат какую-то компенсацию, немножко становится легче. Ну а какую компенсацию, когда мы узнаем, и я, может быть, в следующих видео об этом скажу. Вот. Поэтому сейчас, в общем, находимся здесь, иногда выезжаем в город, кто смотрел наши видео, немножко отвлекаемся, немножко как-то стараемся отгонять мысли от того, что творится в нашей стране. Здесь, конечно, у нас животные, здесь, знаете, такая мирная обстановка, и это, конечно, отвлекает нас и детей наших. Конечно, наши дети сейчас на уроках. В первой половине дня у них онлайн-уроки, и они сейчас в пределе, конечно же. Вот. Ну и... Ну и мы в первой половине дня, в общем-то, занимаемся домашними делами, готовим пищу. Вот сегодня у нас в планах наварить борща, потому что мы уже варили наш украинский борщ, и, знаете, нашим хозяевам очень он понравился. После этого мы готовили зеленый борщ, а сегодня по плану у нас опять красный украинский борщ, и я вам покажу, когда мы его сварим. Вот. В общем, а пока... А пока вот утро начинается с того, что я выхожу на природу, любуюсь этими горами, этим синим небом, и из-за этого день, день, конечно, проходит хорошо, когда на душе тихо и спокойно. И, конечно же, этого я желаю нашим соотечественникам, чтобы у вас над головой было чистое мирное небо, и, конечно, чтобы быстрее восстановился мир. Вот какие красавчики здесь. И малыш где-то там бегает. Вы знаете, я вот видела, как хозяин давал этому оленю пшеницу. Вот и сейчас я хочу бросить ему в гостиницу, потому что там сено они жуют целыми днями, но им же хочется, им же хочется и пшеницы. Но вот не захотел он есть, не захотел. Ну вот варится у нас мясо. И, конечно же, наш борщ будет с фасолью. Мы ее замочили с вечера, она уже набухла. И сейчас у нас будет прекрасный борщик. Так, а я нарезаю капусту. В общем, все дружно готовят борщ. И даже Майя бегает, помогает своим присутствием. Вот она, помощница, красотка, да? Какая зажарочка. Супер! Из дому привезли заправку для борща. И борщик у нас будет отличный. Гулять на улицу, идем гулять. Да, вот такая злая собака у нас. Все, мы гулять на свежий воздух. А тут такое солнышко. Да, Майя, побежали. Побежали, побежали. Да, на улице, конечно, сегодня теплота. И Майя тоже выбегает погулять, потому что, когда прохладно, она там сидит. А сегодня, мало того, что там жарко на нашей кухне, и еще и на улице жарко. Так что, так что мы на прогулке. Да, Майя? Да, там кто-то гуляет. Собачки, кошечки. Да, всех надо облаять. Правильно, правильно. Да? Вот и борщ наш готов. Насыщенный, вкусный украинский борщ. Ну, вот так, друзья, проходят наши будни. Вот так вот мы здесь коротаем дни. Сейчас, конечно, мы идем обедать. И, конечно же, желаем всем приятного аппетита, кто за столом, кто с нами. И, конечно же, хотим пожелать всем мира, благополучия и чистого неба над головой. Майя тоже что-то нашла вкусненькое. Вот она и грызет, наверное, косточку. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok